Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Ре-Э. Вот смотри, я тебе законы даю. Это продолжение нравоучения, которое дает Маше еврейскому народу. И тут Маше говорит, вот смотри, законы, которые даю, и так далее, и так далее. По поводу смотри, по слову смотри мы сейчас поговорим отдельно. Но до слова смотри есть еще одна вещь, которую я хотел. Слово смотри, это начало недельной главы. Но я хотел бы все-таки пойти в середину недельной главы, где говорит Маше, что такое уже пророк и какие наказания полагаются уже пророку. Это очень интересный момент, потому что нам, евреям, это фундаментально. И не только для нас, это фундаментально для всего человечества, потому что давайте поговорим немножко о различии еврейской религии, еврейской культуры от всех других религий. Итак, во-первых, Тора была дана еврейскому народу на горе Синае. Присутствовали несколько миллионов людей, то есть 600 тысяч взрослых мужчин. Ну, если взять стариков, женщин и детей, наверняка это было в несколько раз сумма увеличивается, там в три раза, в четыре раза. То есть довольно большое количество еврейского народа получало 10 заповедей, они слышали от Всевышнего. Потом евреи сказали, что нам очень сложно слышать вот эти речения, потому что каждый раз это был такой духовный, эмоциональный шок, потому что душа не выдерживала, и тяжело было оставаться в теле. И поэтому еврейский народ испугался и сказал Маше, иди, и ты прими Тору, пусть говорит Всевышний с тобой, а не с нами, а то мы не выдержим такого раскрытия, и не дай Бог умрет. То есть мы видим, что Тору получало большое количество евреев. И здесь очень важная вещь, что если кто-то бы сказал, то есть если бы, не дай Бог, не было дарования Торы, да, и это, не дай Бог, кто-то бы придумал, то как же тогда из поколения в поколение передавалась вот та Тора, которую получала на горе Синай, вот, которую мы получали, еврейский народ, Тора, которую мы получили на горе Синай, вот. Вот, и если бы тогда наш сын спросил, папа, а ты стоял на горе Синай? Он бы сказал, да, а если бы, не дай Бог, не было так, нет. Вот, а кто же стоял на горе Синай? Вы говорите, мой дедушка стоял на горе Синай. Как с поколения в поколение начала передаваться вот такая вот история о даровании Торы, только если это дарование действительно было, и мы это знаем, что оно было. Это одна из вещей. Все же другие религии, они базируются на откровении одного человека или нескольких человек, которые слышали от него откровение, вот, и эти все религии, все другие религии базируются на откровении конкретно какому-то одному человеку. Было ли это откровение, не было откровение, это уже вопрос, который можно в это верить, можно в это не верить, но мы еще раз понимаем прекрасно, что откровение всему народу и откровение одному человеку, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Итак, еще раз, когда кто-то приходит к нам и говорит нам, что не дай бог, что наша Тора немножко ошибается, то мы не можем улыбнуться, мягко сказать, мальчик-то не туда попал. Почему? Потому что, когда Всевышний давал нам нашу Тору, он написал, вот Маше в нашей недельной главе говорит, не прибавляй и не убавляй от этого учения, то есть невозможно ни прибавить, ни убавить к этому учению, и то, что Всевышний тебе дал, то, что в Торе пишется, то, что Маше передал, знай, что это истина. И если придет кто-либо и скажет, что что-то не так, да, то есть что, и скажет, что хоть одна заповедь Торы, она неправильная, или она, нужно ее изменить, знай, что это уже пророк. Да, жесть, он покажет тебе большие чудеса. Что значит покажет? Мы уже говорили, слово РС, смотри, да, то есть он тебе покажет большие чудеса. Он начнет там летать по воде, по воздуху ходить, летать по воде, кормить рыбой там большое количество людей одновременно, там еще что-то. Знай, что если есть хоть одно изменение от нашей святой Торы, который дал тебе Маше, то, что передал Маше, хоть одно изменение, знай, что это уже пророк. И по еврейскому закону полагается такого уже пророка закидать камнями. А если ты спросишь, слушай, ну он же творит настоящие чудеса, то есть мы видим, что творятся настоящие чудеса, которые там выполняются, там он, не знаю, мертвых подымает, там месяцами не кушает еду или еще что-то, так отвечает на это Всевышний. Все чудеса, которые он делает, это потому, что Всевышний испытывает тебя, зная, верен ты будешь ему или нет, то есть зная, что Всевышний тебя так испытывает. То есть мы не верим уже пророкам, мы не верим никаким людям, которые приходят и говорят, вот у меня было откровение. Мало лишь того, мы знаем, что многие религии пытались уничтожить одну из очень интересных книг, книг называется Талмуд. Что такое Талмуд? Талмуд, там сборник законов, который основан на Талмуде, это логическая цепочка, как был выведен этот закон. И в еврейском учении, если человек приходил бы в Бейта-Мидраж, да, то есть приходил бы в Дом учения и говорил, у меня вчера было такое раскрытие, над ним бы смеялись. Мало лишь того, в еврейском Доме учения слово Пророк было оскорбление. Когда человек не мог доказать свою позицию и говорил что-то, ему говорили, ты что Пророк? И это считалось очень смешно, то есть такое, это считалось как будто бы, что он не знает, что сказать, да, то есть не доказано, нету. Мало лишь того, что в еврейском учении настолько Всевышний передал, и мы видим в нашем недельной главе, что именно те слова, то есть согласно тому, что говорит Маше, да, то есть и та устная Тора, и то предание, что если даже есть большинство раввина, большинство мудрецов видит, что это положение так, то оно так. Очень интересную фразу, которую сказали, я слышал, где там пишется, что если раввины постановят на черное, что это белое, то по природе вещей черное должно сразу побелеть. То есть что именно раввины, то есть именно мудрецы Торы, именно мудрецы постановляют действительность данного материального мира. То есть не пророки, а именно мудрецы, которым дана сила в этом, они постановляют действительность, они могут даже изменить действительность. То есть, ну мы не будем заходить так глубоко, мы скажем только единственная вещь, которая очень важная, Что когда к нам приходит какая-то другая религия и пытается сказать, что они там правы, настоять на том, что с одной стороны мы знаем, что как пишется в Таирим, что каждый человек пусть идет согласно своей вере, своему верованию, эти пойдут по вере там в силу коня, этот в силу человека, этот свое, а мы будем идти со Всевышним. И когда кто-то приходит и говорит, на самом деле это вот, помните, как в том известном анекдоте, когда стучат в дверь какие-то там евангелисты или еще что-то, вот, в еврейскую семью старую пожилую, они стучат в ее дверь, открывая там пожилой еврей, и он говорит, скажите, вы Библию читали? Он говорит, дедочка, мы ее не только читали, мы ее писали, да, то есть, и как бы мы говорим о том, что мы знаем точно, что в нашей Торе говорится, что Бог дал нам эту Тору, Бог дал нам эти законы, и Маше передал нам это, и если даже придет кто-то и скажет, у меня было откровение, или у меня было все, или он скажет, я последний пророк, поэтому слушайте меня, тогда я ему скажу, моя бабушка последний пророк, но я ее не слушаю, потому что еврейский закон слушает, То есть еврейская религия слушается именно закона. То есть как есть еврейский закон, так мы идем. Как пишет Маше, так идем. А ты показывай чудеса, ты говоришь, что это логично, нелогично. Мы знаем, как то, что Маше говорит в нашей недельной главе. Знай сегодня же, да. То есть он тебе говорит, что если придет кто-то и скажет, что хоть одна заповедь, отменит хоть одну заповедь, там обрезание, там или кашрут, или еще что-то скажет, или так говорит другому, то тогда это уже пророк. И очень страшно, что такого пророка надо было закидать камнями. То есть отдельная тема, как это происходило, и там, так говорится, город идолопоклонников в нашей недельной главе объясняется, как это все работает. Да, но опять же мы возвращаемся к тому, что мы говорим, что как бы другие религии из-за этой фразы, которую пишет Маше, да, они не знают, что делать. И поэтому они говорят, что наши пророки пришли не для того, чтобы что-то изменить, а что-то объяснить, типа, это имелось в виду не то. Но Маше и Талмуд, которые у нас есть, да, то есть и устная Тора, и письменная Тора, нам прекрасно объяснила, что имеет в виду Всевышний, когда дает нам дот или иной закон. И поэтому, как бы это не было странным, как бы это не было, как бы не пришли, не сказали нам, что мы не пришли, чтобы менять закон, тогда возьми и докажи, что закон по-другому. Не надо показывать нам чудеса. Чудеса не являются определяющим фактором сущности. У нас определяющим фактором сущности имеет Тора. И поэтому Маше говорит, если кто-то вдруг придет и начнет показывать чудеса, знай, что Всевышний испытывает тебя. И это ответ на первый вопрос. Но все-таки мы хотели, на второй вопрос, вернее, все-таки мы хотели коснуться слова Ре. Ре это увидеть, да, то есть очень страшно, почему увидеть, а почему не услышь, да. То есть ведь законы нужно слушать. Как можно законы увидеть? И тут мы переходим к Синайскому откровению, когда говорит Всевышний, да, то есть, что пишется, весь народ видел голоса. И спрашивают на это Ребе, что значит видел голоса. Есть вещи, которые можно увидеть, а есть вещи, которые можно услышать. Как можно услышать? Увидеть то, что можно услышать, да. То есть пишется, что в тот момент у еврейского народа было такое большое раскрытие на горе Синай, что мы действительно увидели то, что можно было услышать. Да, то есть как бы есть вещи, которые мы не можем услышать, да. Есть вещи, которые невозможно услышать, их можно только увидеть, их можно только услышать. Да, это духовные вещи в высокой стадии. И мы не в состоянии, зачастую мы не в состоянии их увидеть. Да, почему мы не в состоянии их увидеть? Потому что, как пишется, не было человека, который меня видел, да, и остался в живых, да, так пишется фраза. Что значит мы говорим увидеть? Увидеть можно не обязательно глазами, а можно увидеть также духовно. Что значит духовно? Когда человек учит о какой-то вещи, и он понимает, как это выглядит, он понимает Бесека, то есть своим разумом. То есть разум тогда его начинает действительно видеть. И мы говорим, что его разум видит какую-то вещь. И очень интересный пример по видению, да, пример по видению есть такой, что есть в еврейском законе очень интересная вещь, что судья, который видел какую-то вещь, он не может быть свидетелем, да, он не может судить, ой, не свидетелем, он не может судить. То есть если судья что-то увидел, то он не может судить. И почему же судья не может судить, если он что-то увидел? Да потому что то, что он увидел, это уже для него, как пишется, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. То есть даже если он увидел неправильное, увиденное ему не дает думать по-другому. Скажем, примеру, стоит за дверью человек. Я видел, что он там стоит, и я говорю другому, там стоит человек за дверью. Да, так он это знает, я-то знаю, что там стоит человек за дверью, потому что я видел. Проблема, что не всегда наши глаза говорят до конца правду. То есть не всегда то, что видят наши глаза, есть на самом деле правда. И поэтому иногда вещь увиденная не всегда является правильной до конца. Да, потому что мы можем что-то не так усмотреть. Именно поэтому судья не может, потому что он видел, все он видел, и вот ты не переубедишь по-другому. И поэтому судья должен добытываться свидетелей, и его видение должно быть видение разума. То есть вот мы говорим о видении разума. Те, кто начал учить Хасидут и начал учить Тору хасидизма, да, они наверняка понимают, когда хасидизм объясняет о творении миров, о Всевышнем. И такие вещи, да, которые, в принципе, увидеть очень сложно. Но у нас в голове есть какое-то видение, то есть мы своим разумом что-то видим. Один из примеров, когда есть такая, ну, догнаться, скажем, что когда придет Машеах и раскроется видение Машеаха, видение Всевышнего, да, то все другие скажут, ну, многие другие скажут, ого, а что скажет Хасид? Хасид скажет о, что значит о, то, о чем я учил, то, что я видел в Сехель, Бесехель, то, что я видел своим разумом, наконец-то я смог увидеть это воочию. То есть я смог увидеть своими глазами то, что я смог увидеть разумом. То есть видение разумом, оно намного мощнее, чем видение даже, видение глазами. Почему? Потому что видение разумом, то есть неправильно сказал, не видение разума намного мощнее, чем видение глазами. То есть иногда глаза не совсем правильно видят, иногда мы видим что-то не так. Но когда у нас есть четкая картина разума, и она подкреплена глазами, тогда очень важно. Именно поэтому Тора говорит, смотри, я тебе даю заповеди. Не слушай, я тебе сдаю заповеди, а смотри. То есть, потому что слушай, ты просто знаешь, что это важно. Но когда ты видишь, что это важно, что значит, что ты видишь, что это важно? Человек может услышать, как правильно себя вести. Человек может слышать, как это важно. Но когда он говорит, я бы очень увидел, как говорится, Атоларей Сададас, тебе, Исраиль, дано было увидеть. Тебе, евреи, вам дано было увидеть, что Всевышний, он Всевышний. Что значит увидеть, что Всевышний, он Всевышний? Вот видение это вещь, которую невозможно сдвинуть Видение это вещь, которую у тебя вырисовалась четкая картина И тебя не могут сдвинуть никто Скажем, ты вышел на улицу и увидел кошку с двумя хвостами И ты приходишь и говоришь, я видел кошку с двумя хвостами Ну тебе в лучшем случае скажешь, тебе надо побольше пить Побольше пить воды, меньше пить другой жидкости По-моему у тебя шицефрени или еще что-то Что ты мне рассказываешь, что ты видел кошку с двумя глазами? Нет, ну ты говоришь, я видел И сто людей тебе будут говорить, что ты не видел, что это неправда Что это неправда, неправда, но ты один раз увидел Тебя уже не убедишь, что нет кошки с двумя глазами Ты сказал, я ее видел Вы можете мне говорить все что угодно, но я ее видел Именно такое видение дело просит от нас Всевышний Всевышний хочет, чтобы мы видели Тору Именно мы видели Тору, всей своей жизнью мы видели Тору Одним из вещей, почему никак не могут наши антисемиты Это еврейский народ, который уже более двух тысяч лет живет вообще без храма Без своей родины Жил без своей родины Без своего языка даже, можно сказать То есть они не могут ничего с ним сделать Почему не исчезает? Потому что еврейский народ не просто знает, что Тора это истина Он видит, что Тора это истина То есть его жизнь это Тора Его жизнь это еврейство То есть он не может принять, настолько был закален еврейский народ Что иначе это не жизнь Иначе это не жизнь И один из примеров, это скрижа Лизавета Да, скрижа Лизавета, почему Мошеих разбил Пишется, это же святая вещь, что значит он разбил? Когда там уже не видно было идеи Когда еврейский народ сделал золотого тельца Пишется, святость ушла от скрижа Лизавета Как святость ушла от скрижа Лизавета? Тогда они не нужны Да, в нашей жизни мы должны видеть что-то Что значит видеть? Ты должен принимать конкретные решения Ты не должен уходить в сторону То есть я это подходит, это не подходит Это нужно или не нужно Ты должен понимать, что Всевышний поставил тебя в определенное место В определенными способностями Дал тебе определенную работу, задачу И ты должен выложиться на полностью Потому что ты видишь, что это то место, в котором ты находишься И ты должен выложиться Есть очень интересный пример, когда одному человеку захотелось учить каратэ профессиональную Вот, и он пришел к серьезному учителю каратэ Говорит, я хочу быть настоящим каратистом Он говорит, хорошо, занятия начинаются уже сегодня Он его тут же взял на море Они разделись, он пошел с ним купаться Он дошел до этого Говорит, сейчас ты нырни Тот ныряет, тот хватает его за голову И держит голову под водой Да, тот сопротивляется Пытается вынырнуть И понимает, что все, вот его последние секунды Вот сейчас он умрет, если он не вынырнет И тот его вытягивает И говорит, ты что, хотел меня убить? Он говорит, нет Его учитель говорит, а что же, зачем ты это сделал? Он говорит, скажи мне, что ты думал в тот момент Когда я тебя опустил под воду? Да, ты думал о каких-то других вещах Ты думал там, что это не твое каратэ? Он говорит, нет В тот момент, когда меня опустили головой под воду Я хотел, понятно, жить И поэтому я пытался выкарабкаться Я пытался все Вот так человек должен идти к своей идее Так человек должен заниматься каждодневным своим делом Он должен идти до последнего Для того, чтобы выполнить свою задачу Да, он должен сопротивляться И пытаться выполнить и выплыть И сделать эту задачу Если человек живет так Почему он так живет? Потому что он видит, что в данный момент В данный момент я нахожусь там, где я нахожусь Я нахожусь в правильном месте Я нахожусь в правильное время И я здесь должен находиться дальше И я здесь должен идти вперед вперед и вперед. И если человек будет каждый раз сомневаться, и у него не будет правильного видения, то результат будет очень плачевный, потому что человек скажет там, каждой вещью, которой он будет заниматься, он скажет, ой, может это не для меня, да, ой, может я не подхожу, да, то есть я такой, я сикой, ну может это не для меня. Знаете, я расскажу, взяли, приехал русскоязычный Алим Хадаш в Израиль с образованием и начал пытаться заниматься работой, ни одной работой не мог заниматься, то есть, потому что каждый раз он там у него не получалось что-то, он боялся и тогда ему говорят, вот есть хорошая работа перебирать картошку, вот вот эта вот работа, она простая, но ты справишься, вот ты берешь большие картошки, ложишь в эту сумку, в эту миску, а небольшие картошки ложишь в другую миску и что обнаружилось, что он не справился с этой работой что значит, что он не справился с этой работой когда ему пришли, говорят, и почему не одну картошку он говорит, каждый раз я брал какую-то картошку и думал, она большая или она маленькая, она большая или она маленькая. Если мы не будем пробовать, у нас ничего не получится, да? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это известная вещь. Не ошибается тот, кто ничего не делает. А мы делаем, поэтому мы можем делать ошибки. Всегда можем делать ошибки, но мы должны выложиться. И даже негативно, как говорится, в нашей голове, смотри, сегодня я тебе дал браку и благословение и проклятие. Тут даже наше проклятие, то, что у нас не получилось, на самом деле, это благословение, так объясняет Христа, тут скрытое благословение. Иногда наши минусы, они могут выложиться плюсом. Я благодарен Всевышнему лично за ту школу жизни, которую Всевышний мне дал. Да, я потерял много чего в своей жизни, финансово. Да, но то, что я приобрел за это, гораздо больше. Я, там, скажем, одолжил деньги, я делал еще другие вещи. Иногда ошибки, которые я совершал, ошибки, которые я совершал, мне казалось, что это ошибки. На самом деле, это не ошибки. Все, что я потерял, Всевышний давно мне вернул. А если, мне кажется, не вернул, я просто не должен был это получить. Это большая школа жизни. И это нужно двигаться вперед. Нельзя останавливаться. Надо со всего понимать, что это на самом деле большое благословение, которое Всевышний нам дает. Нужно идти вперед, а не отчаиваться. Если бы еврейский народ отчаивался, нас бы давно не было. Если бы не шли к своей цели, не думали, что это только этапы для чего-то большего, то нас бы давно не было. Это наша жизнь, это наши этапы, этапы нашего служения Всевышнего. Интересно, вчера была свадьба в Алмате у Равина Аль-Ханана дочери. И когда делается свадьба, есть понятие тнаим. Тнаим, то есть, есть понятие кедушим. То есть, сначала человек выбрал, он собирается делать свадьбу, вдруг он делает кедушим. Что такое кедушим? Это обыкновенный тнаим. То есть, берут к тубу, и он говорит, что он обязан, что он должен, он должен понимать, к чему он идет. Ему недостаточно просто сказать, что я вот люблю, у меня есть чувства и эмоции. То есть, ему нужно понимать, видеть, к чему он идет. Потому что иначе человек будет говорить, это не мое. То есть, он будет женат, все будет так хорошо, или какие-то будут проблемы в семье. Он скажет, ну, может, я не ту женщину выбрал. Может, что-то не так. Он не попробует идти до конца. Прежде чем понять, что это не так, ты должен понять и выложиться по полной. И должен понимать, что Всевышний просто так тебя не вставит в определенное положение. Что если ты попал в какое-то положение, если у тебя есть какая-то возможность, или какие-то вещи, с которыми ты должен взаимодействовать, это значит, что Всевышний хочет, да, чтобы ты выложился до конца для того, чтобы ты получил какие-то уроки жизни. Или что-то сделал для своего исправления и поднялся все выше и выше. И в завершение нашего урока я хотел бы сказать, что мы ждем, чтобы с Божьей помощью, чем можно скорее, пришел Машех, и мы увидели, что имя Бога наречено на тебе, да, и увидит все народы, и признает и поймут. Именно увидит, не услышит, а увидит, что у каждого будет постижение и видение Всевышнего на уровне и увидит все народы, то есть на уровне видения. Дай Бог, чтобы Машех уже пришел, чем можно скорее. У нас начинается месяц Элуль, месяц подготовки к Новому году, и всем хорошего, сладкого, Нового года, почему мы говорим хорошего и сладкого, потому что, как в нашей недельной главе про проклятие и про благословение, когда он говорит, что мы просим Бога, почему нет просто хорошего года. Проси просто хорошего года. Нет, иногда проклятие, это высшее благословение, поэтому мы добавляем хорошего и сладкого, потому что сладость, это вещь, которая не обманет. Мы не хотим просто хорошего, мы просим Всевышнего, чтобы это хорошее было в форме сладости, чтобы оно не пришло для нас в форме проклятий, да, потому что форма проклятий может быть тоже благословение. То есть, когда отец наказывает своего ребенка, он хочет ему только хорошее. И когда этот человек получает, иногда это чересчур хорошо, да. И поэтому мы не хотим, чтобы нас наказывали, мы хотим, чтобы это пришло в форме конфеты, в форме сладости, что сладость, она всегда остается сладостью. Еще раз, чтобы у нас уже пришел Машиах, и был каждый человек увидел Всевышнего.